Девушки отдыхают В любом случае, если бы вам довелось выбирать последнюю песню, чтобы спеть ее человечеству, какую песню вы бы выбрали? Ой, я не знаю. Я буду продолжать жить нормальной жизнью, а песню, которую я бы спела, когда произойдет конец света, в любом случае, какой бы ни была песня... Ну, я бы подумал, что вы выбрали бы... Я ни о чем не жалею, или что-то другое. Хорошо. Я знаю, что после воскресного концерта в Киеве в вашем турне будет перерыв до февраля. Вы планируете два месяца отпуска? Полтора месяца. Перерыв продлится до начала февраля. Это не совсем отпуск, поскольку мы активно занимаемся продвижением. Это, скорее, просто небольшой перерыв, поскольку с августа я буду очень много работать. Конечно, гастроли и концерты — это страсть, это удовольствие, но когда это продолжается несколько месяцев, это очень тяжело. Это испытание — давать по 20 концертов в день. Сеул, Москва, а перед этим Нью-Йорк. Это замечательно, но, вы знаете, мне уже не 25. Ну что, вы выглядите на 25. Вы знаете, вчера у меня был день рождения. Я путешествовала 17 часов в свой день рождения. Чудесный день рождения. Я понял, как вы провели свой день рождения, а где и как вы собираетесь справлять Рождество? Рождество я проведу с семьей, со своей сестрой и братьями. У вас пятеро братьев. Четыре. Одного больше нет с нами. Я прощаюсь, но я и моя сестра. И у меня есть сестра, я поеду к сестре, а потом каждому из братьев. А потом, возможно, в один из дней мы сходим в боулинг все вместе. Замечательно. А чем занимаются ваши старшие братья? По-разному. Один работает в больнице, второй больше не работает. Он на пенсии? Не совсем на пенсию, он уже достиг возраста, чтобы перестать работать. Моя сестра заботится о детях, другой брат держит бар. Никто из них не занимается шоу-бизнесом. Удивительно. А что скажете об этом члене семьи? Как ее зовут? Она мое дитя. Ее зовут Текила. Мне ее подарили, когда я снималась в фильме «And now, ladies and gentlemen» в 2000 году. Она моя любимица, мой лучший друг, дитя, мой ангел и хранитель. Она сопровождает вас везде? Да. Как она переносит авиаперелеты? Некоторые авиакомпании не слишком рады этому, но я могу держать ее при себе. Она привыкла к моей жизни, она знает, когда пора есть, в туалет. Она привычна к моей жизни. Чем она предпочитает питаться? Курицей. А вы? По-разному. Зависит от ситуации. У меня нет любимого блюда. Иногда это паста, когда у меня нет времени. Мне нравится бифстроганов. Иногда мне нравятся венские штрудели, скалопы. Мне нравится немецкая кухня. Все, что вы перечислили, вполне можно отнести к немецкой кухне. А как насчет блюд русской кухни? Вы пробовали что-нибудь из русской кухни? Мне нравится борщ. Бифстроганов. Пельмени. Что вы пьете? Ну, кроме воды, конечно. Могу позволить себе немного вина. Может быть шампанского на Новый год? Я не слишком люблю шампанское. Очень необычный человек во всем, не только на сцене. У вас удивительный вкус. Одна влиятельная китайская газета People's Daily назвала вас французской Мадонной. Вы слышали об этом? Я слышала об этом. Когда я давала концерт в Ханое, во Вьетнаме, было очень жарко. Меня попросили одеться не слишком вызывающе. Я была одета в длинное платье, но оно было телесного цвета, поэтому это выглядело так, будто на мне совсем не было одежды. Мужчины просто сходили с ума. Тогда они и сказали, что я французская Мадонна. Но мне нравится это. Мне нравится Мадонна. То есть это никак не связано с вашим пением? Думаю, нет. Больше связано с вашим образом? Мне, конечно, нравится двигаться на сцене, но я думаю, что причина была в том, как я была одета. Ваш имидж связан с чаем Липтон, поскольку вы рекламировали его. Когда я спрашивал, что вы пьете, я подумал, что вы скажете про чай Липтон. Конечно, я пью чай. Вы пьете чай утром или предпочитаете кофе? Утром я предпочитаю очень легкий кофе Американо. Я люблю пить чай с медом перед выходом на сцену. Вы нервничаете перед выходом на сцену? Нет. Больше нет? Или вы никогда не нервничали? Я никогда особенно не нервничала. Знаете, когда я начинала давать свои первые концерты, мне было немного страшно, потому что это не так уж просто. Или когда моя семья сидит в зале, я тоже немного нервничаю. Когда семья смотрит на меня, я чувствую, что должна быть лучше. Но обычно я не нервничаю. Вы очень популярны дома во Франции, а также в Германии, конечно, в Бельгии и Швейцарии, потому что это франкоговорящие страны. Вы также очень популярны в России и Корее. Вы могли бы объяснить, почему? Я думаю, это талант моего голоса и, возможно, моих песен. Когда я впервые приехала, был 89-й год. И в стране происходили большие политические изменения, что, возможно, наложило свой отпечаток. Иногда я совсем не могу объяснить, что конкретно происходит. Просто мы со зрителями понимаем друг друга. Что-то происходит внутри. То есть дело в посыле, который несут ваши песни, так? Не только посыл. Это образ мысли, способ рассказать о вещах. Какая-то внутренняя сила. А может быть, я выгляжу похожа на здешних женщин? Вы прекрасны, но я бы не сказал, что похожа на российских женщин. Я имею в виду, что у меня славянский тип внешности. Кроме того, вы французская Мадонна для некоторых китайцев. В программе вашего тура «Каз Сингс Пиаф» 21 композиция. Вы сами выбирали песни? Конечно, я сама подбирала их. И это было очень сложно, потому что я не знала, что у Пиаф более 430 песен. Подбор песен занял много времени. Я выбирала те песни, которые известны людям. Мне также хотелось поделиться теми, которые я открыла для себя впервые. «Лестуар даму» и «Авек ли солей» — они прекрасны. Мне нравятся тексты и энергетика этих песен. Это, кажется, было частью идеи поделиться теми песнями, которые люди не знают. Что также было важно в этом шоу — поделиться эмоциями радости, боли. Когда она услышала о смерти, попыталась передать эту боль. Впомянуть людей, которые были ей важны. Например, Жан Кокто. Часть шоу составляет театральная постановка. А также у нас есть фотографии Пиаф, где она не в черном платье, а бежит по пляжу, улыбается и радуется жизни. Мне также было важно привнести черты 30-х, 40-х, 50-х годов в современность, чтобы они прозвучали в новом свете. Мне хотелось, чтобы характер Пиаф был бы виден в этом шоу. У песен прекрасная аранжировка. Кто занимался этим? Я работала с Абель Коржаневским. Он сочиняет музыку в кино. В Голливуде? Не только в Голливуде. Он поляк, написал сингл для Том Фрауд. Мне нравится его современность в аранжировке оркестра, особенно струнных. Ему было очень сложно, потому что я буквально стояла у него за спиной, постоянно напоминая, что мы должны уважать Эдит Пиаф, уважать ее музыку. И для меня также было сложно найти баланс между уважением к музыке Пиаф и новой аранжировкой песен. Но он прекрасно справился, звучание новое, но тем не менее это по-прежнему Пиаф. Мы выбрали верное направление. А правда ли, что вашим первым продюсером был Жерард Деппортье? Он был не продюсером. Он финансово помог выходу только первого сингла. То есть он был вашим спонсором? Не спонсором, но он платил за первый сингл. Франсуа – это друг семьи Деппортье. Пришел в кабаре, где мы выступали. Он представил меня Жерару Деппортье. Деппортье всегда любил заниматься новыми вещами в жизни. Открывать рестораны и тому подобное. И он сказал, о, я хочу помочь этой девочке петь. Он дал денег на запись первого сингла. Но это и все. Почему? Это было неуспешно? Да, первый сингл был неуспешным. Это был 1985 год. Но просто он сделал то, что хотел. Я остановился на этом. В этом году вы предстали в амплуа актрисы. Вам это нравится? Это не ново для вас, поскольку первую роль вы сыграли уже 10 лет назад. Даже 12 лет назад. Даже 12 лет назад. Вы знаете, мне потребовалось 2 месяца на принятие решения. Я не хочу играть, просто чтобы сказать, смотрите, я актриса. Это не мое. Должна быть хорошая роль. Правильное время. Вы знаете, это была очень сложная роль матери, дочь которой стала жертвой убийцы. И она хочет знать, почему и за что погибла ее дочь. Мне было очень тяжело. Мне пришлось эмоционально очень вложиться в эту роль. Они просили меня кричать и плакать, и никогда не делаю этого в жизни. Мне это не нужно. Когда я на сцене, я передаю эмоции сквозь песни, но всегда прячу эмоции за звуком или инструментом. И когда мне сказали, теперь ты должна заплакать, я была не уверена, что смогу. Было очень сложно. Но у меня получилось, и я рада. Но с тех пор, как я снялась в этом кино, я чувствую свою хрупкость. Это здорово. Это был прекрасный опыт, я хотела бы заниматься этим чаще. Но, повторюсь, это должна быть подходящая роль. Что-то прекрасное. Вы ходите в кино как зритель? Иногда. У меня не слишком много времени. Предпочитаете смотреть DVD? Да. А когда путешествуете в самолете, предпочитаете спать в самолете или смотреть фильм? Зависит от ситуации. Зависит от времени перелета. Если прилетаю днем, я стараюсь поспать. Я смотрю французское кино и фильмы, где играет Катьяна. Никогда не плачете, когда смотрите кино? Нет, могу быть тронута. Но меня трудно заставить плакать. А какую музыку вы слушаете? Ну, разумеется, кроме вашего. Я не слушаю свои песни. Даже чтобы проанализировать? Понять, не стоит ли поменять аранжировку? Я переслушиваю свои песни, когда готовлюсь к гастролям, чтобы освежить их в памяти или поменять аранжировку, но в жизни нет. Вам не нравится ваша музыка? Она есть у меня на компьютере, и когда ставлю на произвольное воспроизведение, да, там иногда мелькают мои песни, но я не могу сказать, что слушаю свою музыку. Это было бы странно. Какую музыку вы слушаете? По-разному. Последнее время мне было некогда слушать музыку. Я полностью погрузилась в песни Пиаф. И должна сказать, что мне нравится «Тишина». Также мне нравится «Луанна Дель Ре», «Адель», «Мелоди Гардо». Зависит от ситуации. В любом случае, это не рок-музыка. Вы не думаете, что вокруг «Адель» поднимают слишком много шума, что ее переоценивают? Нет, она прекрасна. Вы считаете? Да. Вы ей завидуете? А есть ли какие-то певцы, слушая которых, вы могли бы сказать, «О, я бы тоже хотел так выступать?» Нет, но есть песни, которые мне нравятся. Хотели бы вы в будущем сделать каверы на свои любимые песни? Вы знаете, я сделала так много каверов на Пиаф, что после этого тура я хотела бы писать новые песни. Этот тур будет длиться весь следующий год. Вы вернетесь в Латвию весной, но вы не собираетесь больше выступать в Москве с этой программой. Ну почему? Я хотела бы вернуться в Москву дней на пять, было бы здорово. Вы помните свой первый концерт в Москве? Да. Как это было? По-другому. Какое было время года? Зима? Нет, я выступала для телевидения. Я пела одну из своих песен. А когда я приехала во второй раз, я дала четыре концерта в Олимпийском для 19 тысяч человек. Я даже не поняла, что произошло. Сначала я приехала просто на передачу, а второй раз принес такой успех. Все русские ваши поклонники восхищаются Патрисией Касс. Мы очень надеемся, что вы не последний раз в Москве. Почему должен быть последний? Ну, вы никогда не знаете. Вдруг конец света. Значит, будет другой свет, и я приеду. С нетерпением ждем вас снова в Москве. Спасибо. Спасибо. – Продолжение следует. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.